Циркумфлекс, пирожата, с вами Старпер. Каждый раз, когда я подрубаю курсу на стрим, в чатике появляются люди, либо утверждающие, что игра похожа на Хейдис, либо спрашивающие, почему она так похожа на Хейдис. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что общего у Аида и проклятия мертвых богов. Спойлер, практически ничего. Если вам в лом смотрели на видос, то вот самое простое и короткое определение Хейдис и Curse of the Dead Guards. Первая игра это веселый изометрический слэшер, вторая игра это мрачный изометрический соус-лайк. Как вы видите, общего у этих игр только слово изометрический, характеризующий перспективу, с которой игрок будет наблюдать за происходящим на экране. Ну ладно, ладно, я уже слышу гневные крики, что технически и курса, и Хейдис это роглайты с гриндом, смертями, постепенным открытием экипировки и т.д. и т.п. Но формальный жанр не определяет того, как они играются, а как раз ощущения от игрового процесса кардинально разные. Перед вами Хейдис, очень быстрый и красочный экшен, в котором главная задача игрока, помимо виртуозного владения геймпадом или клавомышью, это зазубривание всех метовых синергий божественных даров, постепенно превращающих главного героя в неудержимую машину для убийства. В Хейдис играть кайфово, врагов на экране всегда много, процессы избиения сопровождаются яркими спецэффектами, схватки редко длятся дольше минуты и зачистив комнату, вы со спокойной совестью и в полной безопасности, предварительно решив за какую награду будете дальше сражаться, отправляетесь в следующую. А вот это курса, ее тоже можно играть быстро и красочно, пока не закончится выносливость, после чего вам сломают лицо. На первый раз может и не до смерти, но еще парочка попыток безумно помешать кнопки и вы гарантированно закинете тапки за икону. Итак, главное отличие курса и Хейдис совершенно разная боевка. В проклятии мертвых богов есть парирование и перекаты и уверенное владение этими приемами обязательное условие, если вы хотите добиться в игре успеха. Наряду с четким контролем стамины, ведь она тратится и на атаки и на доджи. Не счесть случаев, когда я гребал по щам из-за того, что выносливость заканчивалась, а в меня летела вражеская тычка, пути от которой уже никак не получалось. Ее можно было бы и парировать, но тайминги в игре очень тонкие и в идеале вам придется сформировать мышечную память на удары всех врагов, которых нельзя убить достаточно быстро. У меня пока что не получилось. Подытоживая, чтобы продвигаться по испытаниям мертвых богов, вам нужно не только знать синергии экипировки и талантов, но изубрить тайминги, следить за выносливостью, знать на что она тратится, за какие действия ее можно быстро восстановить. Важная роль в прохождении обеих игр отводится к предварительному планированию забегов. В хедис вы начинаете с того, что раскидываете пассивки в зеркале, затем выбираете стартовый сувенир на первый биом и наконец пушку и ее аспект, с которым будете носиться до конца забега. В курсе перед вырывом в данж будьте добры выбрать пассивные таланты, которые останутся с вами до самого конца, стартовый набор оружия, который может полностью измениться в процессе прохождения, а также спланируйте свой маршрут к финалу. В отличие от хедис, все награды за комнаты в курсе видны сразу, и вы можете и должны проложить свой путь так, чтобы получить для себя максимум пользы. Непосредственно во время забега в хедис можно сменить сувенир, несколько раз отказаться от ненужных даров, чтобы освободить слоты, а также изменить механику работы своего оружия с помощью специального дара — молота. Награды за комнаты тоже можно менять, но ограниченное количество раз и с некоторыми ограничениями. В забегах мертвых богов вы вольны изменить любое оружие в каждом из трех слотов, свободно менять ревикви, дающие бонусы к определенным параметрам героя, выбирать какие статы прокачивать, выбор между запасом здоровья, уроном и количеством получаемого золота, плюс манипулировать проклятиями, но подробнее о них я расскажу через несколько секунд. Таким образом, тактика-стратегический аспект у обеих игр тоже совершенно разный. А теперь о проклятиях. В хедис есть дары хаоса. Соглашаясь на них, вы в нескольких следующих комнатах получаете какие-нибудь штрафы на выбор. Потеря здоровья при каждом использовании определенной атаки, замедление скорости передвижения, уменьшение максимального запаса здоровья и т.д. Если игрок выживает в этих комнатах, то штрафы с него снимаются, а взамен он навсегда получает выбранный ранее бонус. В курсе система проклятий сделана совершенно иначе и влияет на игру гораздо сильнее. Во-первых, избежать проклятий в курсе хоть и можно, но довольно сложно, потому что к ним приближают покупки и экипировки параметров, оплаченные кровью, удары врагов, переходы между комнатами и еще некоторые события. Все они накладывают на персонажа порчу, и когда она достигает отметки в 100 единиц, проклятие тут как тут. Во-вторых, полученные проклятия действуют постоянно. Да, их можно снять, победив босса или распылив проклятое оружие, но вместе с негативным эффектом проклятия вы лишитесь и положительного, если он есть, конечно. А некоторые положительные эффекты полезны настолько, что в легкую перекрывают негатив. В-третьих, получив финальное проклятие, вы начнете постепенно терять здоровье, пока его уровень не достигнет единицы. А это уж, поверьте, большая проблема. Так что на протяжении всего забега в курсе приходится контролировать уровень порчи, постоянно делая выбор между очередной пушкой или улучшением, которое хочется вот прямо сейчас, и риском выхватить проклятие без положительных эффектов, сильно усложняющие забег. Теперь поговорим о локациях, на которых происходят сражения. В обеих играх схватки проходят на аренах. В обеих играх, помимо врагов на аренах, есть ловушки, которые могут продамажить как врагов, так и главного героя, и эти ловушки можно использовать в бою. Переходы между аренами в Хейдис происходят автоматически при использовании двери, а вот в курсе приходится топать ножками по каустрофобно узким коридорчикам, напичканным ловушками, секретными проходами и прочими нычками. Это, конечно, не бог весть какой элемент исследования, но дополнительного интереса добавляет. Особенно, когда по дороге к следующей арене удается отыскать какой-нибудь лишний сундук с ценным лутом. Правда, можно и склеить ласты, не заметив шипы или другую ловушку, и чтобы этого не произошло, нужно освещать себе дорогу факелом. Дело в том, что в отличие от Хейдис, где арены сразу хорошо освещены и на них все хорошо видно, в курсе царит тьма. И это не просто визуальная плюшка, а полноценный игровой элемент. В темноте не видно ловушек, в темноте вы получаете больше урона, в темноте могут скрываться враги. Так что если не хотите намытать свои кишки на очередную пику или выблевать легкие, забежав ядовитые испарения, нужно использовать факел. Фишка в том, что главный герой не может использовать оружие и факел одновременно, а в горячке боя можно и забыть сменить одно на другое. Поначалу кажется, что эта механика может быть несколько излишней, но в нее постепенно втягиваешься и через какое-то время комбинация факел-пушка-факел становится отработанной до автоматизма. И напоследок сравним сюжет Хейдис и Curse of the Dead Gods. Хотя на самом деле сравнивать нечего. Про Хейдис есть шутка, мол откуда взялись бои в этой визуальной новелле, и эта шутка не так далека от истины. Здесь просто огромнейшее количество как сюжетных, так и филлерных диалогов, в той или иной степени раскрывающих очень длинную, местами грустную, местами смешную и довольно интересную историю с интригами и неожиданными поворотами. Сюжет в курсе. Ну, главного героя зовут Карадог МакАлистер, он решил исследовать древний храм и был проклят богом Бельцалоком. Теперь Карадогу не остается ничего другого, как тумаками и пинделями пробить себе путь к очищению и, ну, в общем-то, все. Больше сюжета в игре нет. Но есть лор. Пусть его пока что не очень много, но маленькие истории, которые можно вычитать в кодексе, мне понравились. Естественно, различия между Curse of the Dead Gods и Хейдис гораздо больше, чем я упомянул, но моей задачей было показать самые явные из них, а также абсурдность заявлений, что курса – это Хейдис. Надеюсь, у меня получилось, и те из вас, с кого эта мнимая схожесть между играми останавливала от покупки проклятия мертвых богов, все же решатся ее попробовать. Это куда более интересная и глубокая игра, чем выглядит на первый взгляд. Дайте ей шанс. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои каналы, все ссылочки в закрепленном комментарии, жмите колокольчик и все остальное. С вами был Старпер, всем счастливо.